Ах, друзья мои дорогие, как же сильно мы по вам скучали, потому что две недели мы были в этой долгой разлуке. И вот, наконец-то, после майских праздников мы возвращаемся в эфир на теле-радиоканале Страна ФМ. Всем привет! Вечерний эфир открывается. Здесь я, меня зовут Маша Новая, Майк Войс. И не только. И не только, Маша, я так рад тебя видеть. Наконец-то все эти долгие прогулки, шашлыки, все эти возлияния и прочие-прочие вещи приятные закончились. Мы снова с тобой здесь, но вторая, самая главная приятная новость, она даже первая, позначиваемся, что не только мы здесь с тобой вдвоем. Ну, конечно, как и каждый будний вечер. А, конечно, не может быть иначе никак. Давай, представляй, кто же сегодня с нами. Да, сегодня у нас в гостях стендап-комик, участница многих телевизионных шоу, Рассмеши комика, Неспап, Камеди Баттл, радиоведущая Лен Корнеева. Здравствуйте! Но Леночка сегодня не одна в нашей студии, да. Это не все. С нами также участник творческого объединения «Шутки ради» Салихова Карина. И здесь тоже идут аплодисменты. Да, девчонки, привет, мы очень рады. Как у вас вообще настроение? Весна уже в полном разгаре, скоро лето. Да, настроение – огонь. У нас всегда огонь, мы же комики, нам даже плохая погода, если вдруг она нравится, есть про что рассказать. Позитивный настрой, это хорошо. Чем больше проблем, тем лучше. Мне хотелось, мне после такого вступления хотелось сказать, ну, хорошо, то есть хорошее настроение, да? Да. Ну, и хорошо, хорошо, дорогие друзья. Но сегодня у нас будут не проблемы, сегодня у нас будут маленькие задания, да, маленькие интересные вопросики для вас, которые мы с Мишей подготовили. Но вообще хочу сразу же вас посвятить в курс дела, о чем мы будем сегодня разговаривать. Мы по вечерам говорим, естественно, о юморе и о том, как научиться относиться к жизни с юмором. Есть у вас какие-нибудь лайфхаки, советы, которым вы придерживаетесь? А, да, есть совет, смотрите, если что-то в жизни пошло не так, вот прям как-то бесит тебя, раздражает, приди на открытый микрофон, расскажи это всем. Прям отпадает все от души. То есть я начала заниматься стендапом, как это банально бы не звучало, в тот момент, когда я рассталась с парнем. Так. И причем еще по его, значит, инициативе. Ладно бы я киму, да, как бы, я могу себе позволить, а он-то чего? Вот, я, то есть, три дня мне было прям так обидно, грустно, злобно, а потом я подумала, так, а что вот мне написать про это какой-нибудь монолог и не прийти наконец-то к друзьям выступить, тем более давно звали. Лен, ну скажи, ну чувство благодарности к бывшему у тебя все-таки осталось, человек сделал твою карьеру. Ой, конечно, я до сих пор про него пишу, понимаете? У него же все хорошо, мы причем даже благодаря этому, ну, продолжаем где-то моментом общаться, я знаю его девушку, наделать мне ногти, очень хороший мастер маникюр, если что. Слушай, это уникальный случай. Спасибо. Минутка рекламы. Реклама бывшего. Карин, ну а у тебя есть какой-нибудь тоже совет для наших зрителей и слушателей? Ну у меня так хорошо, как у Лены, бывшего не было, вот я теперь поэтому слушаю. Зато настоящий. Да нет, настоящий, представляете? Зато все впереди, давай мастеристки. У Маши, у Маши есть ответ на любое вот это предложение. Хорошо, что нет, хорошо, что есть, хорошо, что будет. Нету бывшего настоя, зато есть тема для стендапа, Карин, вот, это самое главное для комиков. Ну подожди, вот Лен, ты говоришь тема для стендапа, извини меня, но не каждая вообще, в принципе, сможет смешно об этом написать. Если я просто опишу как-то, да, что со мной происходит, это же все люди скажут, ааа, скучно, нудно и так далее, пошла вон. Ну да, у меня так же, просто скажут, у меня так же. Вот здесь самая, самая вот эта вот главная штука, которая отличает смешно от не смешно, как сделать обыденный вещь, казалось бы. Люди смеялись в зале, да. Давай-ка, Карина, давай, Карина. Да, потому что вы пишете юмор, который вам, вам кажется, что это смешно, вы приходите на открытый микрофон и проверяете смысл роял. Если зрители реагируют на эти шутки, вы, соответственно, на то, на что они не реагировали, вычеркиваете, оставляете смешное, дописываете не смешные моменты, приходите еще раз. И опять не смешно. Это нормально. Неожиданно. Это нормально. Очень многие комики, которые вот даже достигли сейчас каких-то прям высот, помнят свой первый раз и думают, что это было ужасно. У меня было наоборот, мне первый раз было такое, ну прям классно выступило, я думала, все, вообще, все эмоции. Что меня позвали сразу ребята там, ну в Омске еще это было на свое основное шоу. Я думаю, нифига, так сразу. И там я выступила в полнейшую тишину с тем же самым материалом, который, казалось бы, реагировали люди. И я стояла так, смешная, парень бросил. Но на самом деле ты же после этого не замкнулась, извините меня. Многие бы сказали, все это не мое, я писать не умею. Как ты переборолась? Нет, я некоторые эти шутки пересмотрела, то есть я заметила, может где-то была какая-то реакция, то есть, ну немножечко там улыбка у человека. А, то есть можно поднажать, да, потом уже переработать и чуть-чуть усилить. А у меня другой вопрос. А почему первый раз зашло, второй нет? Видимо, была чуть-чуть другая публика. Так вывод-то, Маша, простой вывод, меняем публику, вот и все, замените публику, шутка не зашла. Давайте сейчас немножечко поменяем вектор нашей беседы, друзья, прервемся на музыку и совсем скоро обратно вернемся, к нам всегда не уходите далеко. Мы продолжаем, продолжаем наш вечер с комиком, особенно приятно мне сегодня здесь находиться. Почему? Потому что я сегодня, дорогие друзья, сегодня как в Малиннике, вокруг меня одни прекрасные дамы. Да, как в Цветнике. Действительно, нас здесь четверо и мужчина всего один. Итак, Елена Корнеева. Это он, да. Салька Укарин, ну конечно же, Маш новая и я, Майк Войс. Да, девчонки у нас сегодня очень смешные, веселые и самое главное, оптимистичные. И занимаются юмором, стендапом и так далее. Любят веселить людей. Ну вот что интересно, сами, да, так есть. Ну и сами по жизни вы тоже никогда не унываете. Как вы вообще относитесь к сложным жизненным ситуациям, бытовым, неурядицам и так далее? Как с ними справляетесь? Мне кажется, что я грустнее, чем Лена. Лена всегда на позитиве. Сколько я вижу, вот она приходит на микрофон, я не знаю, что бы у нее ни случилось, она такая на кипише, но всегда на позитиве. Ну это интересно, Карин, потому что ты, извини меня, правая рука, ого-го, самого Руслана Мухтарова, творческое объединение, правильно? Расскажи об этом поподробнее. Чем ты там занимаешься, какая у тебя функция и так далее. Как меня пугает выражение правой руки. Я вот хотел бы тоже отключить, а это действительно важно, что она правая, а там не левая. Ну ты первый человек, который там помогает рулить всеми делами и так далее. Ну давайте еще с того, что у нас творческое объединение, главный руководитель Руслана Мухтарова. Который, кстати, был у нас в гостях не так давно. Да-да-да. Да, видите, у него фост, да. Он руководитель правой руки, у него наша Мариночка, жена его супруга. Прости, ты левая? Нет, это внебрачная дочь. Да, я внебрачная дочь. Так. Да, ее ни Марина, ни Руслан не признают, но в целом, в принципе, все устраивает. Простите, вы тоже родственницы? Я хотел бы у вас тоже спросить. Вы тоже родственницы? Это у них семейный подряд такой. Так, творческое объединение, да, не отклоняемся от темы. Да, я один из помощников, скажем так, у нас несколько ребят. Вот, мы занимаемся организацией мероприятий, стендап-мероприятий в Москве. Так, это же так интересно. Вот, например, люди живут себе, не знают, куда пойти, как посмотреть, где посмеяться. Рассказывай, когда, по каким дням, числам, в каких местах вообще происходит все это, когда там собираются люди, которые смешат. Вот, если человек не знает, что ему делать, и он хочет пойти на стендап, ему нужно зайти в ВКонтакте, в социальную сеть, ввести в поиски в группе «Открытый микрофон ТО «Шутки ради». И там вся информация вводит. «Шутки ради». ТО «Шутки ради». Тогда, Маша, позволь, тут очень важный вопрос. Внимание! Сейчас, внимание, мы начали в первом нашем включении еще говорить о том, что если у человека все плохо, он может сам прийти, сам начать этим заниматься. Я правильно понимаю, что на эти же самые мероприятия может прийти обычный человек со своим заготовленным материалом и также показать меру себя? А, без специальной подготовки? Это все самые открытые микрофоны, куда человек может... То есть без проблем, хоть мы с Машей... Так это же вдвойне круто! Миша, нам надо с тобой делать комедийный дуэт. Как думаете, девчонки у нас полонятся? Лысый и блондинка. Так будем называться? Спасибо, что я хотя бы первый в этом дуэте полонался. Лысый и блондинка. Ну что ж. Слушай, ну это здорово. То есть можно не только прийти посмотреть, а еще и самому поучаствовать. Да, записаться и пожалуйста. А приз есть какой-то? За что бороться вообще? Приз, аплодисменты. А, минуты славы. Минуты славы. Да, приз ждет тебя больше, потому что если ты уже действительно несколько раз выступаешь на открытых микрофонах, у тебя наработался какой-то материал, над которым люди смеялись, тебя могут позвать поучаствовать уже в битве за денежный приз. Это уже отдельно. Такое тоже есть, да? Да, такое тоже есть. Манимайк это называется. Я понимаю, но там только в плюс. То есть проиграть денег нельзя, только выиграть. Можно либо так же, ну можно, нет, почему, и можно уйти в минус, потому что тебе на метро придется доехать, оттуда и обратно. А, нет, ну это надо предупреждать заранее такие вещи, так тоже нельзя, дорогие друзья. Нет, ну подожди, ты сам, то есть там система такая, ты сам приходишь с деньгами, кладешь в общий котел и участвуешь. Маша, ты все прослушала, только проездной. Маша, готов, и вы просто рубитесь за бабло. Нет, я просто не думала, что такое вообще в принципе может быть. Маша, погнали, все ясно. Какая-то фантастика. Друзья, ну я сразу же хочу вам сказать о том, что сегодня у нас в программе тоже будут такие маленькие вкрапления, помимо музыкальных, будут еще разные всякие звучки, но мы будем вам подробнее обо всем этом дальше рассказывать, хорошо? Поэтому будьте готовы ко всему. Сегодня у нас самый неожиданный эфир, друзья мои, зрители и наши слушатели тоже вас это касается. Лен, хотел переключиться сейчас на вас. Расскажите, как вы попали на радио. Я знаю, что это была давняя ваша мечта, как вот эта дорожка юмора вас туда привела. Вы же наш коллега, по сути. Да, это было, конечно, очень спонтанно. Действительно, я, ну сначала я все, мне так хотелось, я думаю, как, я же вообще не работала на радио. Мне всегда говорили, что с моим голосом вот куда-нибудь надо на радио, хотя наоборот на радио нашлись люди, которые говорят, как я с таким голосом туда взял. А по-моему прекрасный голос. Ну я обычно отвечаю всем ВКонтакте, записываю голосовые сообщения, чтобы было вдвойне приятно послушать. Еще раз так, да. Вот, я просто, я ходила на кастинги, думала, выйду, ну выиграю какое-нибудь бесплатное обучение, что потом уже сделаю резюме, буду рассылать. И пришла на один из таких кастингов, но это бесплатное обучение, то есть ничего такого. И мне, я там заняла третье место, мне сказали, вот у вас будет скидка там, вам вообще, знаете, куда-нибудь, вот на юмористическое радио, чтобы было. Ну потом мне говорят, что вы пойдете учиться? Я говорю, нет, давайте еще раз приду, пока я бесплатно не пойду учиться. Что мне все стараться? И тут вот, я не знаю, действительно, как-то так раз-два кастинг выпал на мой день рождения еще. О, так это еще и суббоносная была история. В хорошем настроении, диком. И все, я прям там все задания на импровизацию, прям так хорошо у меня пошли. И причем нам сначала не сказали, что мы прошли. Ну для храбрости в честь дня рождения перед кастингом было? Нет. В том-то и дело, тогда не было. Но, я говорю, как будто вот, ну это даже хорошо. То есть нам сказали мысли, что вам позвоним, не сказали, что я прошла. Ой, ну это давняя история, да? Мы вам перезвоним. У меня настроение, думаю, ну все, не прошла, не прошла. И мне дали в результате, отмечала уже на следующий день. Дали, видимо, день отметить, день отойти. И уже только после этого позвонили. Потому что если бы мне сказали вот в мой день рождения, что да, мы вас берем, я бы уже его так весело не отмечала. Я бы уже с этого думала, боже, мне же на работу скоро выходить. Ну, мы тебя поздравляем, конечно. Это реально круто такое, мне кажется, только с исключительными людьми происходит. Ну, ты говоришь, без опыта. То есть ты же училась, получается, совершенно по другой профессии. Кто ты по образованию? Я физрук. Да. Потрясающе. Ты именно этот ответ хотел услышать. Ну, естественно, конечно. Я закончила безкультурный просто вуз, но я менеджер в сфере сервиса и туризма. Но я пошла поступать туда только по одной. Подожди, физрук, турист. Да, у нас просто был единственный такой туризм, где есть еще спортивный туризм. То есть нас и на скалодроме забираться заставляли. Лен, так у тебя же есть преимущество перед всеми остальными людьми, которые занимаются стендапом. Если над твоими шутками не смеются, хук справа, хук слева. Аперкот слева. Аперкот, да, и так далее. Лен, я хочу, на самом деле, приоткрыть нашим зрителям и слушателям маленькую-маленькую тайну, что ты, конечно, лукавишь по поводу того, что у тебя с чистого листа началось радио. Я так понимаю, что ты ходила в качестве гостя, ты выступала, и у тебя был вот этот опыт. Помог ли он тебе? Вот, самое, кстати, классное, что мы действительно с мужем, так и у меня тоже занимается юмором, тоже участвую в многих проектах. Это вообще отдельная тема, мы скоро, да, поговорим и об этом. Нас позвали, ну, вот после камеди батла нас позвали на радио. И вот как раз в этом же шоу, где я сейчас работаю, то есть это было два с половиной года назад. То есть нас позвали, мы пришли, поугарали, классно. Вот тогда мне понравилось само вот это. Думаю, блин, какая прикольная работа. То есть мне надо, не так много часов, можно еще стендапом параллельно заниматься. Да, кстати. Я в гостиницах администратором работала, это вот сутками, когда тебя назвали. Но это тяжело. Ну да, да, да. А тут прям, ну вот, мне казалось, мое. И вот кто ж знал, что вот спустя, действительно, в это же шоу, спустя два с половиной года, причем я ребятам показала недавно эту фотографию, мы даже забыли. Я говорю, конечно, там волосы нарощены, ресницы, пришла к вам такая, готовилась. Друзья, ну а мы ни в коем случае не забываем с вами про музыку, потому что у нас, ну, первоначально музыкальный телерадиоканал, поэтому сейчас чуть-чуть прервемся, а потом обратно к вам вернемся. Поэтому никуда не уходите. А совайте с нами. У нас сегодня действительно очень веселые гости. Давайте просто Лена и Карина. Девчонки, которые занимаются стендапом, юмором, которые готовы дарить свои шутки всем-всем-всем людям. И вот хочу сразу сказать, что девчонки не из Москвы, а это сразу же, знаете ли, путь усложняется творчески. Я-то понимаю, я из Брянска. Миша, ты нас не поймешь. Да я вообще сижу здесь, знаете, четвертым человеком. Собрались три красивых дамы. Нам только кружек не хватает. Слушайте, а я вот присоединяюсь на самом деле в этом месте к Маше, наконец-то, и говорю, да, нелегко, понятно, что нелегко, но нелегко, когда ты еще и девушка в юморе. Наверняка вы сталкиваетесь с такими вещами, как бы вот выходят парни и говорят, вот там комик такой-то, юморист такой-то, прочее-прочее, а вам говорят, ну вот сейчас будет девушка, вот давайте мы поприветствуем. И сразу к ней, да, какое-то такое отношение. Снисхождение, что ли? Ну как-то так. Есть. Есть. Я вот, ну, это замечаю. Да я сама иногда, если веду какие-то мероприятия, так объявляю, потому что, ну, никогда не знаешь, действительно, кто из девчонок будет, вот, если это открытый микрофон, тем более, не знаешь, как у кого стрельнет. Да. Вот, но иногда бывает, что когда ты вроде уже что-то у тебя получается в конце концов, и каждый из раз-раз говорят, сейчас выйдет девочка, девочек мы поддерживаем сильнее, и прям вот ты думаешь так, ну нет, мне вот надо прям нормально уже объявить, что не надо сюсюкаться со мной, я в этой сфере свой пацан. А вообще же, вообще же никакой разницы, зачем это говорить, вот эта девушка-комик. Комик он и есть, комик. Ну подожди, Миш, ну слушай, когда человек выходит, все увидно. Комик, а теперь я, кстати, зачем происходит вот эта сюсюка, нет? Ну-ка, на самом деле, у нас даже в творческом объединении часто мы на микрофонах девочек выделяем отдельно, почему? Потому что у зрителей всегда есть такой внутренний барьер. Да. На самом деле, вот если нам всем просто представить себя в качестве зрителя, всегда же, если выходит парень, мы уверены, что сейчас будет смешно. Если выходит девочка, есть какое-то немножко такое сомнение. Такой скептик включается. Ну, посмотрим. И мы в этом моменте, наоборот, хотим работать на противодействие, что вот девочки, как вы относитесь к юмору девочек, есть те, которые считают, что девочки не умеют шутить, есть те, которые считают, что наоборот женский юмор существует, и поэтому мы, наоборот, пиарим эту вещь. Ну, а вообще, девчонок много сейчас в этой среде? Много ли иногородних девчонок? Как вообще юмор, ну, не только в Москве развивается, а может быть и в других городах России? Очень много. Много девчонок приезжих? Да, в Москве сейчас даже отдельно проходят вечеринки, женский стендап. Зайду обязательно, вот именно туда. Девчонки с камеди баттла, с открытого микрофона, очень классно у них, вот, мы прям все на них смотрим, пытаемся равняться, то есть мы еще... У нас даже есть, видите, какой-то свой такой... Ну, понятно, ты хочешь, Миша, пожалуйста, давай. Я просто же очень хочу. Очень хочу, быстро, совершенно, и сразу ты вас, смотрите. А неспроста же это случилось наверняка. Есть ли у женского юмора специфика? То есть вот это чувство внутри человека, когда он ждет девушку на сцене, все равно он предполагает, что юмор будет какой-то специфический. Вообще, так ли это на сегодня? Раньше было так. Сейчас что-то меняется? Ну, задач, наверное, главное для девушек всех вот этот вот как раз барьер преодолеть. Да. То есть не шутить про ногти, волосы, там, и каблуки, то, что будет, возможно, мужчине непонятно. Почему? Можно шутить, если этот юмор понятен, да, и он... Если смешно, можно. Ну, знаете, когда женщина шутит про жесткий секс и так далее, то это, знаете, как-то сразу... Это круто, наоборот. Интересно, Маша, что это первое, о чем ты подумала, что нетипично для женщины? Жесткий секс от Маши. Ну, что же. То-то и дело. Нет, просто про ногти это может быть органично, вот когда она, ну-ка, там, и так далее. Да. Отталкивает. Если у девушки давно его не было, и это ее волнует, она может смело выйти и рассказать. Но если она вот так вот интеллигентно об этом говорит, вот как тысяча смен, это хорошо. Я обязательно, какой клуб, ну, потом, Зикером скажу. Слушайте, на самом деле не факт, потому что, ну, вот в том-то и дело, что все постоянно ждут вот девочек-девочек, что мы сейчас все выйдем. Вот на две категории будто они делятся. Одна постоянно. Вот у меня нет парня, я все переживаю, другая. Ой, я недавно делала ногти. Ну, вот как-то что, вот все, девушки будто будут вот все связаны с нытьем. Нет, на самом деле девчонки иногда могут собраться вместе и похлеще мужиков все это обсудить. Вот, просто почему-то, ну, есть такой барьер у нас, да, за рубежом его уже давно нету, естественно, что у нас еще, вот как-то это для девушки, наверное. Но есть девчонки, которые ломают, ну, просто это срабатывает, возможно, где-то не всегда, бывает, что, да, зал вот категорически настроен против этого, но ты можешь и пробить, потому что есть вещи, которые волнуют, ну. Ну, в общем, можно счастливить на разные темы. Сказала, приспособитель, Елена, ты можешь и пробить. Ну что ж. Да, я согласна, что можно, да, да, девчонки, абсолютно, и на разные темы, и, естественно, это будет всегда восприниматься, если это как-то идет от вас органично, отнутра и так далее, если это действительно вас тревожит. Не просто так я затронула тему, как обстоят дела в разных городах России с юмором и так далее. В Москве, там даже в Санкт-Петербурге понятно, это мегаполисы, ну, а вот в глубинках, интересно, и так как, так, Лен, ты, по-моему, из Омска, правильно, Карин, ты из Уфы? Наверняка в каждом из вашем городе есть местные диалекты, о которых, может быть, мы не знаем, да, у меня тоже в Брянске есть очень много словечек, о которых никто никогда не слышал. Например, знаете слово «скапка»? Нет, серьезно? Ну, какие предположения? Я сказал слово «скалка». Нет, вы же «скапка», ну, как думаете, что это? Слушай, я почему-то представляю какой-то грунт земли, вот, типа, типа, свалки. Скапка. Серьезно? Это как-то такое. Просто меня всегда удивляло, мне это кажется, что все знают это слово. Нет? И что оно значит? Теперь интересно. Заноза. Скапка. Да. А, скапка, ну, конечно, господи. Вот, и прямо сейчас я вам буду, в общем, произносить разные слова местного диалекта из разных городов России, и мы с вами вместе с Мишей. Миша тоже не знает этих слов. Миша, да, я хочу добавить, я на вашей стороне, меня никогда в это не посвящают. На мне отрабатывается новая программа. Давайте. Да, новая программа. Итак, пожалуйста, что такое чифанька, как вы думаете? Чифанька. Это слово используется в Хабаровске, может быть, это поможет. Чифанька. Это что-то вонючее, потому что я помню, я слышала где-то в детстве такую фразу, как, фу, да там носки чифанят, вот такое вот, нет? Чифанька. Да. Чифанька. Но, Карина, ты как думаешь, чифанька? Не знаю, мне кажется, что это что-нибудь, какая-нибудь домашняя утварь, что-то такое, я не знаю, как. Давай приготовим яичницу в чифаньке. А может, вы знаете, в местах не столь отдаленных можно заварить чифир, а можно такую маленькую чашечку чифаньки. Да, либо это чифайнуть. Девичий чих, потому что они же чихают. А, чифанька. Как мышки, тю, что-то там вот чифанька. На самом деле, девчонки, в Хабаровске это обозначает забегаловка или кафешка. И они говорят, пойдем-ка сегодня вечером чифаньку. Вонючке, да, вот этой вонючке. Да, 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 да. Сто процентов. Окей. В кафе тоже есть кухня. А вот, кстати, следующее слово связано с этим как-то. Куня. Это кто? О, девочки, девочки, я пойду чайку заварю. Подожди, последнее я. Это важно. Куня. А вы что подумали вообще? Это из другого города просто. А это на каком делекте? Это там же, в Хабаровске. Там же в Хабаровске. Куня. 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 Все подъясно. Миша. Я последний. Я, который сейчас включил, просто сразу думаю, что за программа. Но Куня, ну еще вариант. Карин, я хочу от тебя услышать. Как ты думаешь? А Карина ни о чем не может больше думать? Нет, я не могу. Я собираюсь. В смысле? Мне кажется, что это имя, я не знаю. Ну вот вас бы ни в коем случае не назвали Куня. И меня. Что-то такое, нет? Меня просто... Подождите, подождите. А про меня не было ничего сказано, ни слова. Миша, а вот тебя бы можно было назвать. А значит, это какой-то парень может быть? Какая парень может быть? Подождите, моя версия опять правильно становится. Парень, она высокая. Я не знаю, что-то... Короче, это не привлекательная девушка. Ну мы-то с вами привлекательные. Маша, спасибо тебе, дорогая. А ты вообще не девушка. А ты вообще не девушка. А девушка, ты так себе, как парень, не хочет даже ничего. Спасибо. Друзья, давайте продолжим тогда этот конкурс. Сразу же после небольшой музыкальной паузы. Дальше еще больше интересней. Погнали. Дорогие друзья, вечер, вечер прекрасного, вечер юмора у нас продолжается. Почему прекрасного? Потому что я в окружении замечательных дам. Здесь со мной моя соведущая Маша Новая. Здесь у нас наши гости Елена Корнеева с Алихова Карина. Ну и, конечно же, я кто? Майкл Войс. Да, друзья, мы вам обещали вот в прошлом выходе, что продолжим наш конкурс. Давайте еще несколько интересных словечек. Вот самые забавные. Что такое дробына, как вы думаете? Мы сейчас изучаем местные диалекты разных городов России. Это слово к нам пришло из Краснодара. Дробына. 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 Залезешь в мой огород, получишь дробыны. По дробыне. Да все. Дробына. Злая жена дома, когда мужик не хочет домой возвращаться, потому что там так... А так же на дома дробына, да? Да, как дробына сейчас начнет. Карин, как ты думаешь, дробына в твоем варианте? Я не знаю, мне кажется, это какая-то природная какая-то, скала. Мне нравится. Оружие? У тебя то утварь, то скала, то что-то, чем-то. А ты молодец, кстати. Вот это было близко. Потому что дробына это лестница. Лестница. Но видите, скалы тоже можно выбить. Дробыну и вот. Карьерная дробына как-то так себе звучит. Нет, я знаю, что следующее слово, кстати, все мы можем взять в наш обиход ежедневный. Погнали. Слово это фонарно. Фонарно? Как? Фонарно. Ну, типа... Как фонарно? Стойте, здесь важно. Откуда? Это из Владивостока прилетело к нам. Ого-го, это и правда издалека. Может, это вечереет, типа, что уже на улице фонари. Вечереет фонар на заморозке, да? Ну, наверное, это как-то нормально, типа. Как-то фонарно. Да, либо человеку, как говорят, что по фонарю вообще-то. Фонарно, аптечно, блочно. Вот так бы блог писал. Просто песни пишут. Да, да, да. Ну, в общем, да, вы близки, вы близки. Да, фонарно это значит очень просто. Вот. Типа просто, очень просто. Фонарно, да. У нас, мне кажется, это тупо. Ну, как-то. Ну, да. Просто прям до тупости. У нас это тупо-фонарно, я бы сказала. Лен, а вот слово, которое из Омска к нам прилетело. Ты наверняка должна его знать. Это choice. Йо-а, конечно. Конечно. Все детство на этом. Серьезно? Я сом росла. Он лучше всего это готовит. Серьезно, ты знаешь? Чойс. То есть английский язык туда впервые пришел, чем сюда, да? У вас это называется бич-пакет. Лапша, вот это. У москвичей. Да. Наста choice, но это единственное, как выбор, да, по-английски. То есть выбора не было, был только choice. Thank you, of course. Короче, это лапша быстрого приготовления. Я была. Для тех, кто, да, не жил в Омске. Ну, и ты должна знать это слово слива. Но это не слива, как слива. Да. А слива как? Что? Как шутка. Шутка? У нас иногда, да, ну, слива бывает такое, что вот. О, это интересно. Там, типа, мой друг вчера такую сливу сотворил. Я помню сливу только из школы, когда вот так за нас брали. Все, вот так вот слива я помню. Интересно. Типа, вот такие слова, что вчера такая слива была, типа, такой прикол. Но я знаю, что в Красноярске это коза такая же, да. То есть, типа, такая коза. Ну, вот это я как бы знаю еще. Да, 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 абсолютно очень смешной, забавный, какой-то случай и так далее. Это слива. А в Красноярске, по-моему, слива это алкаш, если я не знаю. Интересно. Карина, а у вас есть какие-нибудь интересные словечки? Вот буквально одно мы сейчас отгадаем. Я знаю, что слово, например, айда, которое с татарской приводится, типа, идем, оно очень так прочно вошло в обиход. Айда, типа, айда со мной. Пошли со мной. Айда. А, так это оттуда все пошло. Это как айда, уйдем от людей. Слушай, ну, это интересно. Это интересно. Окей, друзья, ну, а бывали ли у вас когда-то какие-то интересные, забавные случаи в работе, когда вы выходите на сцену и, не знаю, что-то там, ломается каблук, вы падаете, что-то происходит. Вот не по сценарию. У меня очень многие случаи. Людей нет, да. Или один человек в зале. Не все можно, даже в эфире, мне кажется, говорить. У меня только такие случаи. Нет, давай все расстройся карты. Нет, бывает всякое вообще, действительно. Ну, на самом деле, не то, что прямо на сцене. На сцене обычно мы выходим, это сами рассказывать, что это с нами произошло. То есть ничего такого нет. У меня было, что я выходила со сцены, и у меня треснули джинсы. Где, прости, пожалуйста. На том самом месте, где мы сидим. Скажем так, пошли по шву. Все так и говорят. Вот, было такое не очень... И ты уходила, раскланиваясь литвой. Нет, это никто не заметил, в том-то и дело, что я спряталась в угол, чтобы посмотреть, не сильно ли там. А я думала, это было предусмотрено программой, такая вишенка на торте. Вот вам шутка, вот вам смех, и вот вам еще бам. И вот вам слива. Да, и вот вам слива. Нет, бывает, бывает, что ты там забываешь какие-нибудь слова шутки, там, начал ее говорить, я так, а что ж там выучишь? Ну, забываешь, в принципе, ты сам дальше можешь выкрутиться. А вот что-то такое... Ну, это в самом начале, когда ты начинаешь заниматься, ты пытаешься выучить, как говорить. То есть сейчас уже все равно, когда идет, ты никогда не... ну, ты проговариваешь шутку, но ты не стараешься ее вот как у нас записывать, допустим. Я вот прям не стараюсь ее записать, чтобы ее сказать именно в этой формулировке. То есть есть, допустим, у меня какой-нибудь там блок про то, что я ненавижу фотографироваться со своей подругами, потому что они красивые, бесят. И то есть просто я пишу там фотографии и пишу просто шутки примерно про что. Раз, два, то есть одним словом, как теги. И все, и ты уже где-то... А ты можешь сейчас что-нибудь вспомнить вот из того, что ты писала? Есть у тебя какие-нибудь такие, знаешь, которые всегда у тебя в голове, что-нибудь такое ударное? Да, я могу. Ну, вот что действительно, вот правильно, что меня бесит фотография. У меня очень красиво есть подруги. Ну-ка. Я ненавижу с ними фотографироваться, потому что они постоянно там, у одной вот эта рабочая сторона, да, они такие, подожди, вот я вот так вставлю. Да, да, да. Другой там это. А у меня всегда на фоне их рабочая сторона, если фотографировать с квадрокоптера просто откуда-нибудь сверху. И просто обидно, что иногда даже только мое лицо не распознает айфон. Просто это очень грустно, потому что они, ну, там постоянно выкладывают фотографии, им там пишут комментарии из разряда, что вау, богиня, там, секси, супер. А мне недавно сделали очень странный комплимент. Да, причем, Ля, же. Лен, я хочу тебе пожелать, чтобы комплиментов в твоей жизни, в жизни Карины было очень много. Спасибо вам огромное, девчонки, что пришли сегодня к нам все уделили. Время с вами были Лена, Карина Машнова, Майк Войс. Друзья, наши серней эфир скоро продолжится. Пока. Спасибо. Супер. Пока. 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 Пока.